Привет дружок пирожок! Знаешь чего в наше время крайне мало и любая активность на этом фоне становится паранормальным явлением? Я сейчас буду говорить про MMORPG, особенно про те игры, где у тебя есть быстрая динамика боя, нон-таргетная система и всё это совершенно бесплатно. Разговор пойдёт про критику онлайн. Кто-то скажет наверное почему я показываю эту древность, но ответ простой, потому что ты вот знал что она вышла на русском языке совсем недавно, а благодаря этому ролику теперь ты всё узнаешь. Ну и по ссылке в описании ты можешь в этом кстати сам всём убедиться, там будет прямая регистрация в критике. Всего пару минут на заполнение и добро пожаловать на экран выбора персонажа, их у тебя будет доступно аж 19 штук. И поверь, геймплей из каждого из них будет кардинально отличаться. Раньше умели делать игры, где классы героев отличаются друг от друга. К примеру вот, один архи класс можно развить в кошкодевку или вот в двух других, вообще не похожих на ту же самую кошкотянку. Ну а вот редактор персонажа тут увы скромный, покажу его на примере класса Эклер. Да-да-да, мой юный Петросян, шутки про пироженку можешь оставлять в комментариях, так вот. Редачить мы можем только цвет волос и глаз, форму лица и волос, а также цвет одежды, с самого верха и до тапочек. Ну и не переживай, найденная в игре бронь не влияет на внешний вид персонажа, она просто добавляет статы. Ту красоту, что ты создашь, ничем не перекрыть. Кто играл в БНС, тот понимает о чем я, есть просто костюмчики и вот их можно менять, но они ничего не дают. К примеру, есть у меня вот такая вот мадам с косой, она со старта будет бегать в латексном костюме, а также есть Эклер. Она, ну как тебе сказать, ты сам видишь, если ты фанат пансушотов, то она тебе точно зайдет. Тупо фансервисная школьница, да и вообще тут как бы приоритеты в игре расставлены очень хорошо. У каждого класса своя сюжетка, это круто, но, увы, она будет проходить в одних и тех же локациях для всех. Но давай будем откровенны, эта игра не про сюжет, она про драки, фарм и арены. Так давай про это всё теперь и поговорим. Боевая система, тут довольно таки интересная и динамичная, скорее всего это даже одна из самых главных фишек игры, ну не считая вот таких вот моментов как тут и тут. Так вот, у тебя есть две автоатаки, на левой кнопке мыши и на правой, их можно комбинировать, а также у тебя есть прыжок, удары в котором действуют иначе, но кроме этого, разработчики нас наградили ещё целым вот хотбаром, вот этим вот самым и тут можно выставлять огромное количество разных навыков и почти все скиллы имеют очень короткое кд. И в сумме, это нам даёт очень большой темп прожимания различных умений и ММО превращается в слэшер по типу байонеты или Диэм симп. Различные комбо удары естественно есть в игре, выстраивай связки навыков и жонглируй врагом как хочешь. Даже боссы могут иногда находиться в постоянном стонволке и контроле, если правильно прожимать кнопки, но вот в ПВП ситуация немного иная. Открытого ПВП у нас нет, есть только арены, но почему так ты поймёшь чуть позже. А вот тем кто хотел развлекаться в ПВЕ и наслаждаться локациями тут будет немного печально. Дело в том, что весь мир тут построен крайне примитивно, у нас есть только несколько городов хабов, тут тусуются различные НПЦ с квестами и крафтеры. С этих городов хабов есть выходы в данжи, которые разделены на комнаты арены. Зачищая одну за другой, вы проходите к боссу и ломаете ему кабину. Так устроен весь мир и именно поэтому тут и нет открытого ПВП. Локации красивые, я не спорю, дизайнеры знали что делают, но вот система арен в данжи немного выглядит устаревшей и создаёт ощущение камерности происходящего. Да и сами данжи придётся проходить по 3 раза для закрытия всех квестов из цепочек заданий. Один заход занимает максимум минуты 2-3, но когда ты по 3 раза проходишь одно и то же, то в итоге это немного подбешивает. Так что любители ПВЕ, я вас предупредил как тут всё устроено, а решите вы сюда заглянуть или нет, это уже решать только вам. Если приводить пример другой игры, то критика это Виндиктус но от мира аниме, ПВПшеры, мастхэв, а вот ПВЕшники по желанию. А теперь давай поговорим немножко про систему заточки. И в этой игре, увы, она ничем не отличается от многих других ММО. На стадии прокачки берем те шмотки, что выпадают нам под ноги, натягиваем экипировку, которая дает плюсы к выживаемости, ну и бегаем так до максимального уровня. Пылесосить нужно всё, потом выходим в хаб и распыляем это всё на ресурсы для распознания нужной нам экипировки. Ведь да, все вещи, что нам выпадают, они с закрытыми статами и да поможет тебе бог рандома выбить что-то стоящее. Ну а также все предметы экипировки привязаны к своему классу. И вот уже где-то на максимальном уровне, мы крафтим себе лучшее оружие и бронь что есть в игре, ну а потом его затачиваем, вот и всё. Проверенная годами схема развития в ММО, тут корейцы не придумали ничего нового. Но какие системные требования могут быть у критики? Чейл, игра вышла в Корее в 2014 году, как ты думаешь, будет ли она требовательна к ресурсам ПК или нет? Вот, сам посмотри и сделай выводы. Она пойдет даже на старом древнем ПК, что для игры на самом деле является только плюсом, ведь поиграть в неё сможет каждый. Главное чтобы тебя не бесила стилистика игры и на таргет системы. Донат в игре, да он есть, но он необязательный, как минимум на этапе прокачки он тебе не нужен. Ну а если ты будешь задротить и сделаешь критику своей второй жизнью, тогда можно и купить в принципе себе премиум, дабы получать немного больше ништяков за прохождение чего-либо. Бесплатных подарков от игры ты будешь получать очень много, за ежедневный вход, а также за развитие персонажа. И именно поэтому я и говорю, что на этапе прокачки даже не думай о донате, тебе всего везде хватит. Всё что ты услышал до этого, это очень коротко про игру, про неё можно говорить очень и очень долго, разбирать всякие аспекты заточки, комбинации умений и какой класс кому подойдет больше, но если коротко, то вот. В игре много классов, крутая боевая система, пвп направленность и низкие системные требования, это вот из плюсов. Ну а из минусов, для ПВЕшников тут мало контента, нет открытого мира, ну а также визуальная стилистика с явным взрослым под аниме, ну и на низких уровнях может показаться что игра пустовата и мало онлайна в игре, но скажу тебе по секрету, все игроки тусуются на локациях для высоких рангов, вот там весь движ, ну как в принципе и в любой ММО. Решишь попробовать критику лично и погонять на Эклер, то есть на Эклере? Тогда добро пожаловать, ссылка на игру будет ждать в описании. Качай и врывайся в мир! Ну а мне поставь лайк, подпишись на канал, тереби бубенчик под видео дабы не пропускать новые ролики, ну и удачи и пока!